Деревня Потемино оправдала родственные связи с Потемкинскими деревнями. Только в качестве показухи там не фасады домов, а газовое оборудование. Еще в мае там начали работы по газификации. Люди посносили печи в домах, газопровод там везде привели. Но ни газа, ни соответственного тепла нет. Газ-то везде у нас проведен под землей. Вот он выходит. Вот здесь уже газ. Осталось только приварить этот гусек и все, пошел в дом. Вот здесь у нас стояла русская печка большая в это место. Нам пришлось ее сломать, потому что котел вот по проекту. Газовые плиты и батареи у нас все проведено. Все уже есть. Вот отфутболивают друг от друга. Облгаз на энергогазпроект, эти самые газсервисные, энергогазпроект. А те, думаю, все документы наоборот отослали. А где они тут на бору, мы не можем концов найти. По 200 тысяч нам эта газификация встала. По 200 тысяч. И все пенсионеры. И пенсионеры уже отрывали, отрывали от себя эти деньги. Глава администрации Александр Викторович Кселев так говорила, что дров не запасайте, что у вас все будет нормально. Сейчас никто ничего не может решить вопрос. И когда будет конкретно, не знаю. Здесь вот сплю под тремя одеялами. Вот в ногах бутылки. Вот, согреваюсь. Сверху еще шубу ложу. Вот. И одетые в кофтах, в штанах в теплых. Днем в валенках. И на себя одеваем все шубаны. Все кофты. Я хотела в этом году операцию сделать на глазах. У меня катаракты страшные. Уже один глаз совсем не видит. И вот все деньги угрохало на эту газификацию. И осталось наполовину слепой. Путину будем звонить. Вот у него будет в конце декабря разговор с народом. И будем говорить ему. Как сообщили нам в Борской администрации, они сейчас вместе с жителями готовят обращение в прокуратуру, чтобы хотя бы через правоохранительные органы заставить подрядчиков сдержать свое обещание.